Людей интересует качество дорог и почему такой низкий показатель ямочного ремонта на сегодняшний день в Харьковской области. Я вам скажу, что как обычно больше не будет. Как обычно не устраивает ни меня, ни жителей Харьковской области. Поэтому я требую от службы автомобильных дорог Харьковской области и от местных советов активизировать ремонт дорог. И это ваша непосредственная прямая обязанность. Все необходимое для этого в области есть. С учетом децентрализации бюджетных ресурсов, которые накапливаются на местах. С учетом тех инициатив, которые есть сегодня благодаря президенту Украину и внедряются в правительство, а именно перераспределение 50% от перевыполнения сборов в таможне. Для этого все есть. В области сосредоточено 226 миллионов гривен. Таких денег не было никогда. Я считаю, что фактически аварийные участки дорог, которые есть в Харьковской области, нужно ремонтировать и нужно начинать в этом году. Я имею в виду Мерефа-Змеев направление. Направление Харьков-Волчанск, Харьков-Змеев-Балаклея, Мерефа-Лозовая, Харьков-Ахтырка, Приколотная-Великий-Бурлук, Краснокутск-Богодухов, Близняки-Барвенково, Дергачи-Казачья-Лопань, Изюмское-Купинское направление. И окружная вокруг города Харькова. Особое внимание прошу обратить на те участки и те направления, которые совпадают с маршрутами школьного автобуса. Я прошу силовой блок отнестись с особым вниманием к контролю за качеством использования бюджетных средств. Сегодня к качеству ремонта и дорогам целым уделено особое внимание. Как президента Украины, правительства, органов власти, так и самих людей. Сейчас открываются новые возможности. Есть финансы, есть технологии, есть оборудование, есть и фирмы, которые могут качественно это сделать. Поэтому здесь полная ответственность руководителей, как они используют государственные деньги, которые должны работать на громаду. Я буду лично следить за качеством и выполнением работ, куда были потрачены и как были потрачены государственные деньги. Станом на сегодняшний день уже проводятся следующие работы. Вы видите, что мы достаточно активно в этом году начали строительный сезон. Первый, на территории от города Чугуев до поворота на место Купинск, на сегодня влаштовано почти 8 км нового асфальтобетонного покрытия. И нам вложено 13 тысяч тонн асфальтобетону. Работа продолжается каждый день, за исключением, когда идет дождь. Другой, начали работу из подготовки до замены зруйнованного покрытия в миске Изюм. Мы начали фрезерирование, почти 70% на сегодняшний день выполнено робот. Мы готовим эту дорогу до влаштования верхнего шара асфальтобетонного покрытия. И через 2 недели начнем этот комплекс работы. Далее, продолжено начать ремонт автодороги до миска Купинск. Это всем известно. Проводится распушение старой основы и влаштовано 300 метров нового покрытия. Я маю на увазе, это от поворота Купинского до Малиньевки. Там усього 6 км нашей дороги, но мы влаштовали на сегодняшний день усього 300 метров. З 3 травня разгорнуты работы по восстановлению демонтованного шляхопровода через залезницу Белоселия Губаревка Богодуховского района. Проводится демонтаж зруйнованной частины, улаштование монтажного остаткования, розчистка майданчика под новой конструкцией. Срок закінчения работы – четвертий квартал этого года. И по наступной продолженной работе с ремонтом моста в м. Изюм виконано 43% от доведенного обсягу. Кроме работы с капитального и поточного среднего ремонта в области розгорнутой работы с ліквідацией ямковостей. У связи с этим, мобилизованы усі наявленные ресурсы нашего облафтодору. Вперше за последние 5 лет, сейчас работают 9 АБЗ. Щоденно на лінії находятся до 50 дорожніх бригад, загальною чисельностью до 800 человек, а також 150 одиниць дорожной техники. Повинен сказать, что в минулые годы в этот период працювало 2, максимум 3 асфальтобетонных заводи. Фактично, мы сближили темпы ліквідации ямковостей у 3 раза. Если у минулого года было 50 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день у нас больше, чем 150 тысяч квадратных метров ліквідувано ямковостей. Всього в планах службы на 2017 годы предпочено ліквідувати еще более 400 тысяч квадратных метров ямковостей. Продолжение следует...